Новые справки, митинг памяти и закрытие главного ледового городка. Обо всем подробнее расскажет Валерия Скиданова. Наш эфир продолжит постоянная рубрика «Городовой». На новых бланках справка о наличии или отсутствии судимости будет лучше защищена от подделки. Подать заявление на ее получение можно через портал Госуслуг. Теперь выдавать справки о судимости будут на бланках нового образца. Они изготавливаются с элементами типографской защиты. Так, на документе пропечатан микротекст МВД России. Получить бумагу можно в Главном управлении полиции, в МФЦ и через портал Госуслуг. Основные изменения в связи с тем, что у нас через райотделы полиции буквально единицы заявлений были поданы. Поэтому эта структура полностью исключена из оборота справок. Что касательно информационного центра, получение справки осуществляется при личном визите туда или визите доверенного лица. Через МФЦ также предоставляются документы, подтверждающие личность. Через единый портал Госуслуг предоставляются копии документов. В электронном виде формируются заявления и также в электронном виде получается справка. Справку выдадут в течение 30 суток с момента обращения. Через портал Госуслуг быстрее. В среднем уйдет неделя. Конец зимним забавам. Магнитогорцы приглашают на закрытие центрального ледового городка. Гостя праздника ждет насыщенная развлекательная программа. Праздник пройдет 14 февраля на площади народных гуляний. С песнями и танцами выступят артисты Магнитогорского концертного объединения. Развлекать гостей будут также Дед Мороз и Снегурочка. Начало мероприятия 18.00. Эхо войны в Магнитогорске почтят память россиян, исполнявших долг за пределами Отечества. Митинг состоится в эту субботу у монумента в тыл фронту. Именно 15 февраля 31 год назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день традиционно устраивают памятные мероприятия во многих городах России. Магнитогорские участия и митинги примут представители общественных организаций. Сбор участников в 10.45. Валерия Скиданова, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы Знак.